МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня на площади Ленина прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в стране. К собравшимся, а это несколько тысяч человек, вышел и председатель Бобруйского госполкома Александр Студнев. Максим Кембель передает с места событий. За мир, безопасность и спокойствие – главные литмотивы митинга. На центральной площади в обручании и первые лица города – все, кто неравнодушен. Я пришла за свой президент, за свою родину, за свой народ. За справедливость, за мир. Поэтому мы здесь. Символично у подножия центральной площади города стоит вождь мирового пролетариата. Символ революции. Но революция – это не путь белорусов, которые за 26 лет независимости привыкли жить в стабильной и процветающей стране. Мы хотим сохранить нашу страну, чтобы белорусы сплотились и мы наконец-таки поняли, что самое главное – это мир и целостность. Я хочу, чтобы моя дочь, чтобы мой внук жили под мирным небом. Я не хочу, чтобы у нас была гражданская война. Я не хочу, чтобы бастовали наши фабрики и заводы, потому что разрушить экономику можно за пять минут, а восстанавливать мы ее будем 50 лет. Я за сильную, процветающую Беларусь. Заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская подарила бабручанам свои песни и любовь к родной земле. Мне безумно приятно сегодня было приехать и поддержать единомышленников, тех людей, у которых многому можно поучиться, которые мудрые, которые прожили жизнь. И так складывалось мое становление, что вокруг меня всегда были взрослые люди. И я прекрасно понимаю, что сейчас, безусловно, всем нам необходимо объединиться. Мы не против кого-то, мы за Беларусь, за народ, который может и должен иметь разные точки зрения. Но он не должен разделяться на бело-красно-белых и красно-зеленых. И власть, и люди понимают. Изменения в стране нужны, но только и исключительно по закону, а не через улицу. Это площадь, где мы на самом деле сегодня высказали свое мнение, высказали свое мнение в поддержку нашего президента, нашего уважаемого Александра Григорьевича. И этот митинг показал, что нас большинство, нас много. Мы едины, мы белорусы. Нам есть что сказать сегодня, потому что нам нельзя потерять нашу страну. Мы должны в первую очередь обезопасить свои предприятия, обезопасить свои семьи. Мы не должны сегодня поддаваться на эти выкрики непонятных людей, которые пытаются призвать наши предприятия к забастовкам. И мы прекрасно понимаем, что это будет. Я рад увидеть вот всех этих людей, потому что это настоящие люди. Это настоящий Бобруйск, это настоящая Беларусь. Это люди, которые любят свою страну и не допустят, чтобы она развалилась. Это мой долг. Долг перед Родиной. Долг перед своей семьей. Долг перед своим коллективом. Я уверена, что наша Республика Беларусь не заслуживает той судьбы, которую нам рисуют. И я сделаю все, чтобы отстоять интересы Республики Беларусь. К собравшимся обратился и мэр города Александр Студнев. За Батьку, за Родину, за Беларусь! Дорогие друзья, уважаемые бобручане, я уверен, что этот дух, который сегодня царит у вас, он пронесется на долгие годы и всегда. Мы не дадим сегодня подорвать авторитет нашего города, подорвать авторитет тем людям, которые не работали, не работают и не будут работать. За Батьку! За президента! Максим Кембель, Анастасия Пахлёстова, Владимир Гребеневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Хотят быть услышанными, педагоги 27-й школы составили официальное письмо. В нем они выдвинули свои пожелания, о чем речь, далее в репортаже. После того, как в интернет хлынул поток ужасных фотографий, ужасных видео с Акрестина, мы же общаемся с педагогами, и возмущение было просто великое. То, что происходит в стране, заставляет людей возмущаться. Куда это обращение пойдет? Первая инстанция какая? Первая инстанция – наш профсоюзный комитет. Вот, честно говоря, мы не думали даже, куда она пойдет. Отставка действующего президента Совета министров Палаты представителей, признание выборов недействительными, освобождение политзаключенных. Требования, которые прописаны в письме, педагог отмечает, подписались не все, только 19 человек. Мне предложили поставить свою подпись под этим документом, на что я не согласилась, я имею свою гражданскую позицию. Ознакомила их со статьей 388 Трудового кодекса о проведении забастовок. Эта забастовка считается незаконной, так как предъявлены требования политические. Ко мне, как нанимателю, никаких требований не было предъявлено. Нельзя не отметить, среди тех, кто сразу поставил свою подпись под обращением, есть и те, кто передумал участвовать в этом. Я только закончила университет, и только начиная свою карьеру учителя, и все-таки мне нужно сейчас готовиться к учебному году, писать планы и прочее. Ну, школа, она для того, чтобы работать, чтобы я могла преподавать все-таки свой любимый предмет. И мне кажется, эта петиция не для меня. Поэтому я бы просила, чтобы моего голоса там, ну, вы просто выписали оттуда меня. Как отметили сами педагоги, все работают, и о забастовке речи не идет. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Уже свыше 68 тысяч пациентов по всей стране успешно выздоровели от коронавируса. Зафиксировано более 69 тысяч человек. С положительным тестом на COVID-19 лаборатории обработали более 1 миллиона 430 тысяч анализов. Вторая волна коронавирусной инфекции ожидается осенью. Об этом рассказала заместитель главного врача Могилевской инфекционной больницы Ирина Бас. Летом дети не ходят в школу, студенты на занятия. Многие переехали на дачу и в деревни. По мнению медиков, это могло сдержать рост заболеваемости. Сегодня в Бобруйске произошли две аварии. Пострадали пять автомобилей. На пересечении Карла Маркса и Урицкого Тойота протаранило три автомобиля. Максим Кембель выехал на место ДТП. Подъехал к пешеходному переходу, чтобы повернуть налево и вдруг удар. Говорит владелец машины. Антон признается, среагировать не получилось. Все произошло за считанные секунды. Вылазим, подходим. Дядька в машине сидит и... Ну видно его там плохо ему стало. Ну колотится весь уже, как эпилепсия. Ну утверждать не буду, но вроде бы как. Антон 12.04, водитель управляя автомобилем Тойота, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo и Volkswagen Passat. Затем совершил столкновение с автомобилем Opel. По факту ДТП проводится проверка. Все три автомобиля получили механические повреждения. При столкновении японец в прямом смысле смял дверь немца. Чтобы восстановить автомобиль, владельцу придется попрощаться с крупной суммой. Еще одну ДТП произошло на Минской. Не успев на разрешающий сигнал светофора, Volkswagen резко затормозил. Позади ехала Toyota, водитель успел среагировать и нажал на тормоза. Следом движущаяся Honda не успела и снесла бамперы Японзу. По факту ДТП проводится проверка. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы, есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруйск, 360, готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Победа Динамо, уборочная кампания в самом разгаре и бесплатное ЭКО. Правительство утвердило перечень государственных клиник, в которых проводится экстракорпоральное подворение за счет бюджета. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси выписано 7,5 миллионов электронных рецептов за 7 месяцев 2020-го. Большие надежды в Минздраве возлагают и на внедрение центральной платформы электронного здравоохранения. Кроме того, отмечают увеличение запросов на телемедицинское консультирование врачей. В текущем году провели уже около 20 тысяч. В Беларуси уборочная кампания близится к финалу. Осталось убрать 10% площадей. Сегодня общий вес каравая – 7,342,000 тонн зерна. В авангарде Брестской и Гродинской области у них скошено 98% площадей. Больше всего урожая собрано в столичном регионе – 1,875,000 тонн. Средняя урожайность по стране – 37,5 центнеров с гектара. Правительство утвердило перечень государственных организаций здравоохранения, в которых проводится экстракорпоральное оплодотворение за счет бюджетных средств. В список вошли РНПЦ «Мать и дитя» и роддом номер 2 в Минске, а также Гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией «Брак и семья». Прорабатывается вопрос строительства станции обезжелезования воды в деревне Осова и агрогородке Химы. В Бобруйском районе в течение 2019-2020 года ввели в эксплуатацию 10 таких станций. Также планируется подключить к центральным сетям водоснабжения Бобруйска деревни Щатково, Березовичи и поселок Ювелийный. Футболисты Брестского «Динамо» дома разгромили Астану 6-3 и вышли во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. Уже в первом тайме чемпионы Беларуси отправили в ворота соперника 4 мяча. Во второй половине «Динамо» организовало еще два гола в ворота соперника. Соперники сподобились на три гола. Итоговый счет 6-3. В 2021 году территориальный центр сособслуживания Ленинского района проводит акцию «Соберемся в школу вместе». Инициатива направлена на то, чтобы помочь семьям в трудной жизненной ситуации подготовить детей к школе и обеспечить необходимыми принадлежностями. Любой желающий может принести в пункт приема ручки, карандаши, линейки, тетради и другую канцелярию. Волонтеры и специалисты центра сформируют наборы и раздадут нуждающимся. Пункт сбора находится по адресу Карла Липкнефта, 58, кабинет 103. Приносить принадлежности можно до 28 августа. 19 августа Православная Церковь отмечает яблочный спас или преображение Господне. По этому случаю в Кафедральном соборе прошла праздничная литургия. Службу вел епископ Бобруйский и Быховский Серафим. В этот день по традиции принято освещать плоды, фрукты и овощи, лучше выращенные своими руками. Ведь Господь показал ученикам на горе, они его увидели, преобразившегося, то есть он поменялся полностью в лице, он светился светом к тому, к чему призваны мы. Вот мы призваны к преображению, изменению себя, действительно. И он ученикам показал свое божественное существо о том, чтобы им была поддержка, что они действительно ученики Бога. Сильные дожди пройдут на большей части территории страны 20 августа. Столбик термометра по югу поднимется до 30 градусов с отметкой плюс. Какие еще сюрпризы подготовила погода, расскажет Мария Бушкевич. 20 августа погоду в Беларуси определит малоподвижный атмосферный фронт. Небо затянут облака, на большей части территории ожидаются кратковременные осадки. Ночью и утром в отдельных районах пройдут сильные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит от плюс 12 до плюс 18, днем от 18 до 30 градусов тепла. Тайфун Хигас обрушился на юг Китая. Стихия вызвала сильные дожди, местами ожидается выпадение до 180 миллиметров осадков и опасный штормовой ветер. Порывы до 35 метров в секунду. В стране объявлено оранжевое предупреждение. Два мощных землетрясения магнитудой 6,8 и 6,9 произошли у западного побережья Индонезийского острова Суматра. Толчки были зафиксированы с разницей в 6 минут в 5.29 утра. Зданиям нанесены незначительные повреждения, сведений пострадавших пока нет. Завтра в Бобруйске ожидаются дожди. Во второй половине дня возможны грозы. Восточный ветер подует со скоростью 4,6 метра в секунду. Днем столбик термометра поднимется до 24 градусов тепла. Ночью опустится до отметки в плюс 16. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете, в соцсетях, в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова